В начале января 2019 года Вся эта эпопея привела к тому, что Мамука Хазарадзе выступил с громким заявлением в парламенте Грузии. По словам банкира, перед вторым туром президентских выборов ему пришло письмо от Георгия Гахария, министра внутренних дел. Он отметил, что Гахария грозился разрушить имидж банка как внутри страны, так и за ее пределами. Мамука Хазарадзе также заявил, что многочисленные проверки являются организованной кампанией против него и банка, и назвал это первой крупной атакой на банк за 27 лет. Почему все это было оркестрировано? С июня 2018 года в TBC начинаются проверки, и в разное время это делают 4 ведомства. Мы решили, что нам нечего скрывать, и дали все имеющиеся у нас документы, которые были в архиве за 11 лет. Банкир предположил, что таким образом его хотят вытеснить из проекта строительства глубоководного порта Анаклия, и призвал власти открыто заявить об этом. Если задачей является то, чтобы нас не было в этом проекте, то это вы можете сказать нам прямо, по-человечески, и мы поймем. Вы, мне кажется, все убедились, что ни с каким отмыванием денег и ни с каким криминалом мы дело не имеем. Он также заявил, что не намерен покидать Грузию, где за последние 27 лет создал самый успешный банк. В этой ситуации я бы предпочел, чтобы ко мне пришли и сказали, знаешь, ты здесь лишний, но из этой страны я не уеду. Говорю прямо. Никуда не уеду, потому что 27 лет я и моя команда посвятили этой стране. Меня не интересует как бизнесмена. Ноль будет на счету или прибыль, если не будет свободы. Прокуратура выразила недоверие, предоставленное Хазарадзе копией документа, сославшись на то, что это просто текст, распечатанный на принтере, не имеющий идентификационных знаков. В свою очередь адвокат банкира заявил, что оригинал послания направлен в Лондон на экспертизу, где будут установлены отпечатки пальцев, оставленные на письме. Сама копия письма все же была обнародована. По словам Мамуки Хазарадзе, в полученном от Георгия Гахария письме, ему предлагалось сделать официальное заявление о том, что для него неприемлем реванш оппозиционной партии «Единое национальное движение» и призвать остальных бизнесменов поддержать его в этом. В письме также упоминается телекомпания Первели, владельцем которой является друг и партнер Хазарадзе, бизнесмен Вахтанг Церетели. Согласно версии банкира, глава МВД требовал, чтобы телекомпания Первели взяла пример с фороправительственной телекомпанией «Еди» и открыто критиковала оппозицию. В ближайшие пять дней ТВ Первели должен перейти на тренд ТВ и «Еди», перейти на чрезвычайный режим вещания. Мамука Хазарадзе должен сделать официальное заявление, что для него неприемлем реванш национального движения. Он должен призвать бизнесменов, тех, кто разделяет данную позицию, объединиться и действовать совместно. В противном случае мы используем все правовые и объективные средства, которыми располагаем, и сделаем это публично для внутренних и международных потребителей. Гахария назвал обвинения Хазарадзе сплетнями. Трибуна парламента была использована для обыкновенных сплетен и вранья. Ясно, что целью этого был перенос акцента от содержательного разговора на какой-то скандал. К сожалению, это получилось. Ситуацию прокомментировал и Вахтанг Церетели. Он назвал происходящее желанием власти контролировать независимый телеканал. Содержание опубликованного письма воспринято телекомпанией Первели как желание контролировать независимый и непредвзятый телеканал. Редакционная политика не подвержена никакой политической или другой конъюнктуре и трендам. Телеканал продолжит работать с независимой редакционной политикой и не будет никаких изменений для соответствия политическому календарю. С уважением, Вахтанг Церетели. До того, как будут обнародованы результаты экспертизы, я воздержусь от того, чтобы занимать чью-либо сторону. Ни в моей компетенции ни упрекать Хазарадзе в каких-то финансовых махинациях, ни, напротив, обелять его, утверждая, что он абсолютно чист. Однако вот, что я могу сказать с полной уверенностью. Многие институты в Грузии так и не стали свободными от государственного влияния. И это печально. В стране достаточно свободные СМИ и свободное общество. Однако нет независимых ветвей власти. Исполнительная, судебная и законодательная ветви так и не отделились друг от друга. Будь то период Звиада Гамсахурдия, Эдуарда Шаварнадзе, Михаила Саакашвили или Бедзина Иванишвири, судебная система в Грузии никогда не была независимой. Пока государственные органы будут служить не букве закона, а элитарным интересам, а проверки бизнеса будут производиться с целью наживы заинтересованных лиц, в стране не будет полноценной демократии. Она так и останется в состоянии гибридного режима. Еще раз подмечу, я не занимаю ни сторону ТБС-банка, ни сторону властей. В данный момент я не могу судить, кто здесь прав, а кто нет. Вне всяких сомнений, Грузия преуспела в тех вещах, которыми не может похвастаться большая часть стран бывшего СССР. Это свобода слова. Это какая-никакая, но все-таки сменяемость власти. Это интрига на выборах. Но это не означает, что можно расслабиться и не модернизировать методы государственного управления. Необходимо развитие полноценное, а не выборочное. В противном случае существует опасность оказаться в мертвой точке, выход из которой будет крайне затруднителем. Кто-то может сказать, что не так уж и нужны эти разделенные ветви власти и независимые суды, ибо какое до них дело простому человеку. Но тогда стоит вспомнить дело Зазы Саралидзе, когда виновные в убийстве не понесли наказание из-за недобросовестности и халатности органов, ответственных за расследование. История Зазы Саралидзе стала показательным примером того, чем чревата зависимость институтов от государства, и доказала, что импотенция ветвей власти может реально коснуться каждого. Однако то, что общество, разгневанное той несправедливостью, сплотилось и вынудило все правительство уйти в отставку, вселяет надежду, что процесс развития запущен, и остановить его уже не удастся. Зазы Саралидзе